так всем привет начать если у вас начала дергаться машина на холостом ходу у меня например заводишь либо буквально чуть-чуть поездишь останавливаешься на заведенной машине стоишь и вот в руле чувствуется такие вот рывки как будто вот под капотом двигателя что-то где-то вот как под рывок такой небольшой идет при этом стрелка тахометра от меня на 8 на 900 на 800 у меня холостой оборот холостые обороты стоят значит при этом она немножко ниже падает холостые обороты в неделю на 600 на 500 падает потом назад возвращается то есть такими рывками и при езде когда даешь небольшую нагрузку вот тоже на вторую над поднимайся на горку тоже слышно рывки как бы провалы рывки вот значит сразу первое что советует обратить внимание это топливный фильтр который под машиной находится топливный фильтр поменять вот и второе что советую поменять датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода но я взял то и то так как говорится чтобы два раза не бегать значит это датчик на черри амулет оригинальный стоит он недорого украине он стоит там 280 гривен сейчас вот он партикул такой вот и датчик положения дроссельной заслонки тут цена 115 такие датчики буду менять ставить этот датчик очень хорошо себе зарекомендовал и покупая его в магазине там где продаются запчасти для газелей регулятор холостого хода есть многие советуют ставить страну это почитаю ставить оригинальные хорошо работают так перед тем как обычная инструкция перед тем как ставить открываем капот снимаем носовую клемму с аккумулятора снимаем это датчик снимаем этот датчик там все на дроссельной заслонки находится снимаем оба датчиков устанавливаем подключаем их затем проворачиваем ключи зажигания подключаем аккумулятор потом выключили затем еще раз провернули ключ зажигания тогда поставили секунд на 10 выключили и в третий раз уже можно включить когда все уже опросят и можно машину заводить заменить оба датчика сейчас коротко покажу так и так вот всего лишь заменил два датчика и машина совсем по-другому начала ехать чувствует скорость хорошо никаких рывков нет ни на холостом не при движении под горку в общем эти два датчика меняйте если у вас рыбки появились но скажу сразу чаще всего эта проблема в датчике датчик положения дроссельной заслонки может быть не регулятор холостого хода но в комплексе помешать не помешает потому что если вы давно это не делали лучше сделайте по поводу регулятора холостого хода вы свой старый регулятор который у вас стоит снимите неважно какая-то машина проблема в принципе одна и та же если она дергается то неважно какая-то марка машины в основном связано часто связано с датчиками регулятором холостого хода и датчиком положение дроссельной заслонки то есть проверяйте посмотрите на регулятор холостого хода ваш вы его снимите посмотрите за как закоптился ли этот наконечник вот у меня например я например поставил новый но сразу не обратил внимание на этот старый может он как механизм здесь работает все здесь наверное шикарно срабатывают резинка все стоит все новенького уплотнитель хороший но вот сам наконечник вот он очень сильно закоптился такая такой слой сажи видно очень большой слой сажи а это недопустимо то есть вы его снимите протрите само седло в самом дроссельной заслонке там где он стоит хорошенько его очистителем там карбюратором запшикайте хорошо вытрите внутренности тряпкой и вот вытрите обязательно вот это вот вот этот наконечник от такого нагара возможно это одна из самых больших причин вот изменения в работе холостого хода дергается машина вот видите что творится то есть нужно было для начала посмотреть на сам регулятор холостого хода прочистить гильзу прочистить саму посадку само седло возможно вами не придется его новый покупать но поэтому а что у нас ломается датчики положение дроссельной заслонки вот я старый разрезал для того чтобы специально посмотреть потому что они часто выходят из строя и здесь уже они восстановление прочистить его невозможно и не подлежат никому остановились и вышел строя начнем вышел начать вот чего он состоит у нас здесь обычно обычный переменный резистор вот две дорожки по которой так вот перемещается в зависимости как открывается дроссельная заслонка перемещается вот так наше переменное сопротивление соответственно подается сигнал и вот когда наша вот эта дорожка стерта вы уже ничем не восстановить и даже невозможно и вычистить распиливать его смысла нет то есть она либо загрязняется сама по себе либо там что-то попадает либо брак какой-то заводской она стирается и вы ее женщине не восстановите поэтому приходится покупать новую этот датчик восстановления не подлежит регулятор холостого хода советую просмотреть просмотреть протереть чистить поставить обратно посмотрите на его работу а потом если что все все останется рывки останутся поставить этот новый датчик поставите прочищенный назад вот этот вот если рывки останутся ту конечно лучше поехать купить новый но так в общем все всем пока Да, еще одну штуку забыл рассказать, значит, чего может еще машина дергаться, смотрите на топливный фильтр, тот, который в основном висит на улице, то есть, скажем так, не под капотом, а под машиной, вот, ржавеет, часто забивается, топливо не поступает в двигатель, либо очень слабо поступает, вот. Меняйте топливный фильтр обязательно, вот, если вы поставили эти датчики, а у вас опять все равно дергается, проверяйте топливный фильтр, или сразу проверяйте, вот, еще одна проблема может быть, это бензонасос, тоже нужно смотреть бензонасос, как он качает, нормально ли он качает бензин, то есть, нужно прислушиваться, то есть, сели, посмотрели, завели, включили зажигание, послушали, как раз работает бензонасос, вот, качает ли он нормально давление, ну, такие, в принципе, четыре причины, это бензонасос, топливный фильтр, и вот эти вот два датчика, датчик положения дроссельной заслонки, и регулятор холостого хода, тут эти первые четыре причины, которые влияют на дергание автомобиля на холостом ходу, и при нагрузках, при езде. Ну, все, на этом точно все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok